Уважаемые друзья, добрый вечер. Сегодня мы продолжим наш рассказ про болезни спинного мозга и расскажем про такие заболевания, как наследственные спастические параплегеи и метаболические миелопатии. Наследственные спастические параплегеи могут быть чистыми или осложненными. Как правило, при этих заболеваниях имеет место двусторонняя пирамидная симптоматика с парезами и спастичностью в ногах, есть повышение рефлексов с ног, с рук, есть патологические пирамидные знаки и обязательно должен быть семейный анамнез, который нужно выяснять в процессе генеалогического исследования. У 50% таких больных дополнительно имеет место еще тазовая симптоматика в виде ложных позывов на мочеиспускание, либо частая мочеиспускание, либо его задержку. Но надо сказать, что 25% случаев наследственной спастической параплегеи протекают бессимптомно из-за неполной пенетрантности у носителей патологических генов. В 40% случаев встречается наследственная спастическая параплегея четвертого типа. Это самая распространенная форма. Типы наследований различных параплегей бывают аутосомно-доминантными, рецессивными и эксцепленными. Есть межсемейные и внутрисемейные различия у пациентов по возрасту начала, типу прогрессирования болезни и степени инвалидизации. К аутосомно-доминантным наследственным спастическим параплегеям относится наследственная НСП четвертого типа. Мутация находится в гене спастина 2П22. Это чистая параплегея. Я уже сказал, она представляет 40% случаев всех параплегей. Начинается в возрасте от 2 до 75 лет. Иногда, особенно при позднем начале, у больных развивается деменция. Следующая НСП типа 3А. Это генетический дефект находится в гене атластина 14Q1121. Тоже чистая, начинается в раннем детстве и практически не прогрессирует. Шестой тип НСП. Ген НИПА1 поврежден. Тоже чистая, начало примерно в 20 лет, достаточно тяжело протекает. Восьмой тип НСП. Тоже чистая, 8Q2324 находится ген. Начало во взрослом возрасте тяжело протекает. Девятая параплегия. Это ген находится на хромосоме 10Q233242. Тут она является уже нечистой, осложненной. Спластический парапорез в данном случае сочетается с гастроинтестинальным рефлюксом, развитием катаракт, моторной невропатией. Здесь важно, если делать стимуляционную миографию таким больным. Начало в возрасте 20-30 лет, ну и течение тоже достаточно тяжелое. Десятый тип НСП. Ген КИФ-5А. Это 12Q13 локализация. Это чистая или осложненная параплегия с дистальными амиотрофиями. Некоторые НСП сопровождаются дистальными амиотрофиями. Мы о них отдельно скажем чуть позже. 12 тип НСП 19Q13. Это чистая параплегия. 17 тип НСП 11Q1214. Это параплегия ассоциирована с мутациями в гене Сейпина. Она тоже осложнена амиотрофиями дистальными. Называется это синдром Сильвера. В данном же гене встречаются мутации, которые вызывают болезнь Шарко-Маритута 5 типа. 13 тип НСП. Параплегия картирован к хромосоме 2Q2434 и гену белка теплового шока 60. Чистая параплегия. 19 параплегия картирована к хромосоме 9Q3334. Она является чистой. В этой же зоне встречаются мутации, при котором встречается ювенильный боковой амиотрофический склероз, описанный на примере нескольких английских семей. Переходим к аутосовно-рецессивным наследственным спастическим параплегиям. Это пятый тип. Это чистая параплегия. Локализация 8Q. Седьмой тип 16Q. Здесь задействован ген параплегина. Эта параплегия может быть чистой или осложненной. Иногда она сочетается с атрофией зрительного нерва, атрофией мозга и мозжечка, дизартрий. И в скелетных мышцах выявляются изменения по типу митохондриальных, в виде красных рваных волокон. Начинается в раннем возрасте. 11 тип параплегии. Это гены 15Q1315. Сейчас еще выявляется дополнительный локус, который характерен для этой формы. Она бывает чистой или осложненной. Сопровождается изменениями на МРТ, которые проявляются истончением мозолистого тела. Также у больных имеется сенсомоторная полинейропатия. Когнитивные нарушения. Начинается в раннем возрасте, до 20 лет. Если она начинается в детском возрасте, то это не когнитивные нарушения, а отставание в умственном развитии возникает. 14 тип НСП картирован к хромосоме 3Q2728. Она осложнена дистальной моторной невропатией и когнитивными нарушениями. Вот НСП 14 типа я в своей практике наблюдал такую пациентку, осматривал ее, детально делал электромиографию. И впоследствии генетически эта форма была подтверждена. Начало в среднем взрослом возрасте. Течение среднепрогрессирующее. 15 тип НСП ассоциирован с локусом 14Q. Это осложненная параплегия, при которой развивается макулопатия, дистальная амиотрофия, дизартрия. И в связи с ранним началом имеется умственное недоразвитие пациента. 20 тип НСП картирован к гену Спартина на хромосоме 13Q. Здесь имеется осложнение низким ростом, дистальными амиотрофиями и умственным недоразвитием. То есть начинается в раннем возрасте, называется еще синдром Троера. Троер – это фамилия епископа, который возглавлял секту Амишей, где вот эта наследственная форма была впервые описана. Чуть попозже мы поговорим про этих людей. И НСП 21 типа, картированная к хромосоме 13Q14, она осложняется псевдобульбарной дизартрией и другими псевдобульбарными симптомами, начинается в детстве. И, наконец, сцепленный тип наследования характерен также для нескольких типов наследственных спастических параплегий. Первый тип НСП – это хромосома XQ28. Здесь страдает ген L1-кам, это молекула адгезии, этим геном картируется. Значит, здесь начало в раннем возрасте осложняется наследственное спастическое проплегиумственным недоразвитием, иногда гидроцефалией, истончением мозолистого тела, но иногда бывает чисто, и начинается у ребенка в возрасте до 1 года. Второй тип НСП – XQ22.1. Здесь болезнь картирована к гену протеолипидного белка PLP1 и осложнена атрофией зрительного нерва, атаксией, дизартрией, чувствительными нарушениями. Есть признаки лейкоэнцефалопатии, поражение белого вещества на МРТ головного мозга, и на той же самой генетической локализации есть мутации, которые вызывают еще одно такое врожденное демилизирующее заболевание головного мозга – болезнь пелициуса Мерцбахера. 16-й тип НСП, картирован к хромосоме XQ11.2, бывает чистая или осложненная, сопровождается афазией, нарушениями зрения, умственным недоразвитием, начинается достаточно рано. Интересная тема – инбридинг и наследственная спастическая проплегия. Есть такая секта Амишей, это консервативная секта Меннонитов, которая была основана в 1690 году в Швейцарии и названа по имени основателя Якоба Аммана. В начале, буквально где-то через 25 лет после основания, члены этой секты переселились на территорию современной Пенсильвании, штата США. Но сейчас они также проживают и в других штатах США, вот здесь перечислено в каких. Это жители сельских общин, они стараются заключать браки только между собой. И иногда они заключают браки в пределах одной сельской общины, иногда члены разных сельских общин вступают в брак. Но тем не менее, заболеваемость наследственной спастической проплегии и другими заболеваниями очень высока среди этой секты. Количество членов которой, то есть население, как бы это сказать правильно, популяция, она интенсивно растет, потому что не принято там предохраняться в ней. Буквальное толкование Библии запрещает амишам пользоваться электричеством, автомобилями. Они носят старомодную одежду, пользуются плугом в земледелии, пользуются повозками. Вот здесь показан даже дорожный знак, что в непосредственной близости к автомобилям могут быть повозки амишей. Вот такие вот, соответственно, сектанты, которые, кроме всего прочего, отказываются зачастую от какой-то социальной помощи. Они не платят в США налоги и стараются решить проблемы силами членов общины. Вот, значит, вот в США принято, конечно, при наследственной спастической параплегии тоже уточнять, не относится ли пациент к амишам. Приведем несколько клинических примеров наследственной спастической параплегии. Вот в примере первом женщина 40 лет жалуется на скованность при ходьбе. Симптомы начались после 30. Нет нарушений чувствительности, тазовых расстройств нет. Сестра больной здорова, а мать и бабушка страдали такими же симптомами. При неврологическом осмотре у больной выявляется гиперрефлексия, спастичность, симптом Бобинского с двух сторон, слабость подвздошно-поясничных мышц, больная не может поднять бедро. У матери те же симптомы, но сопровождаются ретракцией ахилловых сухожилий. И генетическое исследование выявило мутацию, характерную для четвертого типа НСП, то есть для самого частого типа НСП у больной и ее матери. Это самая распространенная форма параплегии. Второй пример. 14-летний подросток, амиш, испытывает трудности при ходьбе с рождения. Всегда ходил медленнее с верстников, не занимался физкультурой. У брата 6 лет, сходные симптомы, то есть есть наследственный анамнез семейный. Нарушений чувствительности и тазовых функций нет. Мать и отец, другие братья здоровые. Дедушка по линии матери страдал подобным расстройством ходьбы. И родители пациента являются двоюродными племянниками. То есть есть феномен инбридинга. В неврологическом статусе у пациента с пастичностью есть некоторое уменьшение мышечной массы в области икроножных мышц. Гиперрефлексия, симптом Бобинского с двух сторон. Бедра повернуты несколько внутрь. Аутосомно-рецессивный тип наследования. Здесь мы видим внук и дедушка. Поэтому генетически, если мы посмотрели бы, то есть пациенту посмотрели ген с пастина, отластина, НИПА-1, это доминантные гены, там никаких мутаций не выявлено. Но это чистое НСП не характерно для популяции амиши, где преобладают синдромы Троера, синдром Маста. Поэтому показано исследование мутации параплегина, при которой может быть осложнённая и чистая параплегия. Третий пример. Женщина 39 лет. Слабость в стопах с 20-летнего возраста. Часто падала. Двигалась медленнее сверстников. Последние два года слабости, а не менее в кистях, что затрудняет мелкие движения. И сформировалась полая стопа. Нет ни бульбарных, ни тазовых нарушений. У братьев пациентки есть слабости, а не менее в ногах. Дядя по линии матери страдал нарушениями ходьбы, как и дедушка по линии матери. В неврологическом статусе слабость разгибателей и изгибателей пальцев стоп с гипотрофией, гипотрофией анатомической табакерки. Есть гиперрефлексия, но подошвенный рефлекс изгибательный. И есть чувствительные нарушения. Мы видим, что пациентка, у которой страдают дядя и дедушка, это рецессивное наследование, либо доминантное с низкой пенетрантностью. Здесь надо исключить синдром Сильвера, 17-ю НСП, либо 10-ю НСП с мутациями КИФа-1, при которых бывают дистальные амиотрофии. Потому что другие виды НСП с дистальными амиотрофиями начинаются в более раннем возрасте. Значит, вот мы здесь перечислим еще раз НСП с дистальными амиотрофиями. Это 10-й тип, тяжелая цепь кинезина КИФа-5А. Она бывает и чистой, и осложненной. 17-й тип генсии ПИДа, синдром Сильвера. 14-й тип с дистальной и моторной невропатией ассоциированной. 15-й тип с макулопатии, дизартрии и умственным недоразвитием – это дети. И 20-й тип с ПАРТИН, осложненная низким ростом дистальными амиотрофиями и умственным недоразвитием – это дети. Синдром Троера, характерный для секты Амишей. Какую дифференциальную диагностику нужно проводить при подозрении на наследственную спастическую параплегию? Нужно исключать структурные аномалии спинного мозга, такие как шейный и поясничный остеохондроз, первичные или вторичные экстрамедулярные опухоли. Редко мульформацию Арнольда Керри или сосудистые мульформации спинного мозга. Для чего проводится МРТ и МР-ангиография спинного мозга. Надо исключать демилинизирующие заболевания, первично прогрессирующий рассеянный скрироз. Для этого нужно делать МРТ головного мозга и спинного мозга, анализ ликвара на олигоклональные антитела и вызванные потенциалы. Надо исключать дегенеративные заболевания, потому что не зря мы выделили отдельно формы с дистальными амиотрофиями. Поэтому здесь дифференциальный диагноз надо проводить с боковым амиотрофическим склерозом, медленным прогрессирующим семейным, спиноцереблярными атаксиями. Здесь помогает электромиография игольчатая. При чистой НСП никаких изменений не будет, при баз будет донервационный-реанервационный процесс мышц со спонтанной активностью. И генетическое тестирование. Лейкодистрофия. Какие тоже нужно исключать? Адренолейкодистрофию, адреномиелонейропатию. Мы чуть позже об этих формах патологии схожем. Редко метахроматическую лейкодистрофию, болезнь Крабба. Здесь надо проводить МРТ головного мозга, измерять уровень орилсульфатаза и галактоцеребразидаза. Эти исследования, кстати, доступны в нашей стране. Также следует проводить диагноз с метаболическими заболеваниями, такими как подострая сочетная дегенерация спинного мозга, более известная как фуникулярный миелоз, обета-липопротеиномия, дефицит витамина Е, но есть и спиноцереблярная атаксия с дефицитом витамина Е, и митохондриальные заболевания. Нужно исследовать у таких больных сывороточный уровень витамина В12, метилмалоновые кислоты, липопротеидный электрофорез делать, уровень витамина Е измерять, измерять уровень лактата, перувата, делать генетическое тестирование и проводить МРТ головного мозга. Также нужно упомянуть такой момент в дифференциальном диагнозе, как тропический спастический парапорез, инфекционные заболевания. Обязательно нужно уточнить, не выезжал ли пациент за пределы своего ареала жизни в какие-то тропические страны. В ликворе и сыворотке в случаях тропического спастического парапореза перетеляются антитела к вирусу. Надо также думать про миелопатию при спиде, проводить серологический анализ и исследовать количество CD4-позитивных лимфоцитов. Также думать про спинную сухотку. Тритичный сифилис. Для чего делается сирологическая диагностика и осмотр дерматолога. Например, наличие тритичных розеолфурнье. Что касается лечения параплегей, в первую очередь здесь можно думать о лечении препаратом диспорт. Это препараты ботулотоксина. Но опять же нужно понимать, что при лечении диспортом мы вводим парализующее вещество, которое, скажем так, может уменьшить скованность, но усилить слабость. Цель – облегчить ходьбу. Дезинекция диспорта не должна быть избыточной, чтобы мы не нарушили устойчивость пациента и не ухудшили состояние в плане ходьбы. Поэтому более безопасными являются, конечно, в этом плане традиционные антиспластические препараты баклофен, сердолут. При тяжелом течении НСП можно имплантировать баклофеновую помпу. Нужно проводить коррекцию ортопедических нарушений. Должна быть специализированная обувь у этих пациентов. Если есть амиотрофия и невропатия, применяются мельгамма, препараты липоевой кислоты, карнитина, лицетинопрепараты. При когнитивных нарушениях используются акатинолами, мантин и ревостигмин. Для улучшения трофики спинного мозга применяются инстенон и актовигин. Немножко подробнее поговорим про лечение ботулотоксином. Так, в 2008 году Хехт и соавторы опубликовали описание 19 случаев при умеренном течении наследственной спастической проплегии. И вот они выполняли инъекции в мышце-разгибателе голени, то есть прямая группа мышц бедра передняя, 1000 единиц, и в мышце-сгибателе стопы задняя группа мышц голени, это, соответственно, икроножные мышцы, 350 единиц. И вот авторы показали, что у 17 больных показатели шкалы Ашварта улучшились на 1 балл, а у одного пациента на 3 балла. Ну вот по дозам мы можем сказать, что достаточно аккуратно сделали инъекции, не ухудшили устойчивость больных. Конечно, лучшие результаты отмечались у больных с меньшей вырастностью симптомов и которые также занимались лечебной физкультурой. И в 11 случаях проводились повторные инъекции. Мы, в свою очередь, тоже пролечили одного больного наследственной спастической проплегии. Больному было 52 года. Он страдал, соответственно, с детского возраста этим недугом. У него отмечалось на момент осмотра плегия в стопах и голених, пары с 3 баллов передней и 4 баллов в задней группе мышц бедра, повышение мышечного тонуса по спастическому типу до 1 балла по шкале ашпорта, в передней группе мышц бедра с формированием разгибательной установки в коленных суставах, оживление коленных рефлексов. Мы в прямые мышцы бедра ввели 500 единиц и 500 единиц в латеральные широчайшие мышцы бедра. То есть тоже, как и у исследования Гехта, мы провели инъекцию в дозе 1000 единиц на мышцу. С учетом наличия плегии в стопах и голених и возможного нарушения устойчивости, мы, естественно, не делали инъекции в икроножные мышцы. Вот тут можно посмотреть элементы осмотра этого пациента. Мы видим, что плегия в стопах и голених, движений спонтанных нет. Есть некоторое переразгибание в коленных суставах. Сгибание немного затруднительно. Сгибание немного затруднительно. Рефлексы отсутствуют, потому что очень большая давность процесса. Так, вот здесь показано, как до инъекции диспорта больной ходит по квартире. Видно, что есть приводящая отдукторная установка. Но больной достаточно хорошо пользуется костылями. Тем не менее, видите, самостоятельно передвигается, несмотря на то, что есть плегия в голени, в стопах. После инъекции диспорта через неделю мы попросили больного подняться по лестнице, чего он раньше делать не смог. Вот сейчас мы посмотрим, как он справится с этой задачей. Есть трудности, но вот он закинул ногу на ступеньку, закинул вторую, мышцы немножко мы расслабили ему. И вот он, в принципе, идет по лестнице с таким тяжелым двигательным дефектом, что, скорее всего, связано с инъекцией препарата антиспастического. Успешно поднимается по лестнице. И вторая тема наша сегодняшняя метаболическая имейлопатия. Несколько слов. К ним относятся подострая сочетная дегенерация спинного мозга, фуникулярный имейлоз, адренолейкодистрофия и адреномиелонейропатия, имейлопатия при спите и имейлопатия при нарушениях питания. Распространенность дефицита витамина В12 у пожилых людей составляет 15-25%. И понятно, что именно в пожилом возрасте мы можем в большей степени не ожидать развития фуникулярного имейлоза. Причины его развития это заболевание желудка с нарушением всасывания и паразитарные заболевания кишечника, другие заболевания кишечника, такие как целиакия и болезнь крона. Вот здесь мы можем ожидать болезнь в молодом возрасте. Гастроктомия, резекция желудка, атрофия слизистой желудка, ну тут тоже, в общем, имеется в виду пожилой возраст, резекция тонкой кишки, длительное употребление блокаторов протоновой помпы, да, здесь нужно особо упомянуть группу больных, которые получают хронически гормональные препараты, да, и в качестве профилактики язвенной болезни блокаторы протоновой помпы. Длительный прием метформина также может вызвать дефицит витамина В12 у больных с сахарным диабетом. Также фуникулярный имейлоз развивается при недостаточном питании, при токсикомании с закисью азота, недавно я смотрел такого пациента, хроническом панкреатите и гипотиррозе вследствие нарушения превращения метилмалонкоэнзима А в сукцинил КОА и нарушения превращения гомоцистиина в метионин посредством метионин синтаза с недостаточностью эндогенного С-аденозилметианина. Да, эсаденозилметианин – это гептрал, да, экзогенный препарат. Клиника фуникулярного имейлоза. На первых стадиях у больных развивается сенсорная полинаэропатия и сенсомоторная полинаэропатия. Дальше развивается сенситивная атаксия, то есть есть нарушение глубокой чувствительности, которое мы проверяем посредством проверки чувства дискриминации, да, и мышечно-суставного чувства, чувства вибрации с помощью камертона, да. Видим атаксию, интенсионный тремор в ногах, которая сочетается с пирамидной симптоматикой. И вот здесь надо сказать, что у больных имеется гиперрефлексия и патологические пирамидные знаки, но спастичность не развивается, потому что сенситивная атаксия, положение путей глубокой чувствительности снижает мышечный тонус. Вот, гиперрефлексия, опять же, может быть не очень выражена, невыражена из-за сенсорной полинаэропатии. То есть такой вот симптомокомплекс, который может иметь место, например, при синдроме Бронсикара, да, при поражении половины спинного мозга. Из-за недостатка эндогенного С-эндонозилметионина, экзогенный аналог, который обладает антидепрессивным эффектом, у больных развивается часто депрессия. Иногда возникают очаги демилизации в белом веществе головного мозга, поэтому нужно делать МРТ не только спинного, но и головного мозга. Часто имеет место снижение уровня витамина В12 в крови, но он может быть и нормален, и неврологическая симптоматика может развиться, так сказать, до анемии, да, мегалобластной, которая является еще одним признаком клиническим этого заболевания. Значит, при проведении электромиографии, соматосенсорных вызванных потенциалов, игольчатой миографии, снижаются амплитуды ответов, замедляется проведение, и есть спонтанная активность и невритические изменения в мышцах больных, да, за счет наличия полинейропатии. На МРТ повышение сигнала в Т2-режиме от задних столбов грудного отдела спинного мозга, да, и очаги такой же повышенной интенсивности в головном мозге иногда. Лечение фуникулярного миелоза заключается в внутримышечных инъекциях витамина В12 по 1000 микрограмм в день и две недели, далее 1000 микрограмм раз в неделю и в течение месяца, дальше 1000 микрограмм один раз в месяц. Со второй недели надо подключить фолиевую кислоту, потому что при недостаточности фолиевой кислоты при фуникулярном миелозе метилирование усиливается в отношении синтеза ДНК, может, а не в плане поддержания целостности миелина. И нужна двигательная реабилитация, витамины группы В, липоевая кислота, лицетин. Милопатия при спиде описана в 1985 году в виде вакуалярной миелопатии с развитием синдрома, неотличимого клинически от фуникулярного миелоза. У таких больных при нормальном уровне В12 и фолиевой кислоты в ликваре недостаточно доноров метильных групп. Проводится патогенетическое лечение. Редкие наследственные формы, такие как адренолейкодистрофия, адреномиелонейропатия, развиваются при генетическом дефекте с недостаточностью очень длинноцепочных жирных кислот с 26 и 24 углеродными остатками. Это гексозаноевая и тетракозаноевая кислоты. Нарушение это локализуется в пероксисомах, это считается пероксисомной болезнью. Имеется иксцепленный тип наследования. На МРТ выявляется головного мозга демилинизация с ободком активности симметрично в задних отделах мозга при адренолейкодистрофии, что сопровождается нарушениями зрения, слуха, пирамидными порезами, иногда эпиприпадками, когнитивными нарушениями, ортостатической гипотензии в результате хронической надпочечниковой недостаточности. И эта же недостаточность ведет к бронзовому цвету лица. Адреномиелонейропатия. Это синдром, который поражает женщин-носителей и мужчин более позднего возраста. На электромиографии у таких больных имеется демилинизирующаяся сенсомоторная полинейропатия. В 60% случаев есть дисфункция надпочечников и гонат. На МРТ гипертонсивность спинного мозга, пирамидные пути, задние столбы, спиноталомические тракты, очаги в головном мозге с демилизацией сенсорных путей возможны, и снижение амплитуд потенциалов и замедление проведения при, соответственно, сомотосенсорных вызванных потенциалах. Клиника похожа на фуникулярный эмилоз, милополинейропатия, то есть с поражением пирамидных трактов, задних столбов и периферических нервов. В качестве лечения, которое лишь замедляет прогрессирование, но не вылечивает больных, применяют так называемое масло Лоренцо с высоким содержанием очень длинноцепочных жирных кислот. Милопатии при нарушениях питания описаны в начале 90-х годов во время голода на Кубе и в Эфиопии. При недостаточности питания возникает очаговая или диффузная дорсолатеральная милопатия, то есть тоже задние столбы и пирамидные тракты с повышением МР-сигнала, и это сопровождается сенсорной и вегетативной полинойропатией. Также страдают зрительные нервы, развивается нейросенсорная тугоухость, возможен бульбарный синдром, спастический парапарез, возможен центральный понтинный и экстрапонтинный миелинолиз и миелинолиз в спинном мозге. Вот так вот выглядит миелинолиз в спинном мозге у таких больных с нарушениями питания. Это гистологические срезы на уровне шейного утолщения, где мы видим сглаженность границ между серым и белым веществом, безъядерные нейроны, перецеллюлярный отек и распад ядер, кориолиз. Клиника Real Health, клиника Глеба Левицкого может предложить следующую помощь больным наследственными спастическими параплегиями и метаболическими милопатиями. Это осмотр опытным неврологам, генетические и биохимические анализы, медико-генетическое консультирование, электромиография игольчатая и стимуляционная, направление на МРТ к специалистам по лейкодистрофии, серологические анализы, биопсия мышц и периферических нервов, мы можем предложить лечение с пастичностью диспортом и амбулаторное наблюдение, метаболическую терапию. На этом лекция закончена. Когда в студию поступят вопросы, я готов на них ответить. Большое спасибо! Уважаемые коллеги, в студию поступил один вопрос. Спасибо вам за вопрос, спасибо за благодарность, Марина. Юлия спрашивает, с какой периодичностью необходимо выполнять инъекции ботулотоксина при наследственной спастической параплегии. Ну, как и при других формах патологии, которые лечатся ботулотоксином, инъекции выполняются сначала один раз в три месяца, а потом один раз в шесть месяцев. Ну, вот, пример, которого я привел, там была выполнена только одна инъекция ботулотоксина, после чего инъекции не проводились по каким-то причинам, неизвестным мне. К сожалению, каких-то других случаев этой патологии с длительным лечением ботулотоксином наблюдений таких вот у меня нет. Марина спрашивает, каким видом физиотерапии нужно отдавать предпочтение при данных патологиях. Ну, если говорить о физиотерапии, да, то может быть, если имеют место какие-то болевые ощущения, да, у пациентов, связанные со спастичностью, может быть, здесь имеет смысл проводить электрофорез, ну, например, вот, сульфатом магния, вот, он может как-то немножко помочь. Вот, электрофорез с прозерином не показан таким больным, он наоборот может усилить спастичность, да. вот, наверное, и все, что можно сделать. Хотя, возможно, еще есть какие-то методы физиотерапии, вот, здесь важно понимать, что физиотерапия, она в большей степени, большинство методов как бы оказывают стимулирующее влияние на мышцы, а поскольку нам надо мышцы расслабить, тут нужно в большей степени уделять внимание все-таки массажу по расслабляющей программе, да, вот, есть очень хорошие разработки в клинике доктора Блюма, насколько мне известно, по механотерапии при спастических параплегиях, да, где есть тренажеры, которые оказывают переменное давление на мышцы, да, из-за чего происходит расслабление. Я наблюдал вот такую больную с наследственно-спастическим параплегией в Испании в клинике доктора Блюма с очень хорошим эффектом, да, поэтому лучше все-таки предпочесть массаж, да, и механотерапию, на мой взгляд, нежели проводить физиотерапевтические процедуры. Больше вопросов в студию не поступило. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до следующей лекции через месяц. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok